Лялька и другие личности Маленький транзисторный приемник тихо попискивал на туалетном столике сплошь уставленном баночками, пузырьками и коробочками с яркими иностранными наклейками. Костя лежал на тахте, полуприкрыв глаза, и наблюдал за лялькой, которая сновала по комнате туда-сюда, торопливо наводя порядок. В простеньком ситцевом халатике, не накрашенная, с волосами цвета старой меди, сплетенными в косу, она казалась совсем девчонкой. Ну, ляльечка, куколка ты моя! Полные смуглые руки ляльечки осторожно прикасались к разбросанным вчерашним вечером вещам, и они тут же бесшумно исчезали внутри полированного платьевного шкафа. Она старалась не потревожить Костин сон. «Лялька! Ляльечка! Любимая! Любимая?» Выйдя из последнего пристанища фонаря, Костя долгое время бесцельно блуждал по улицам и переулкам окраины, пока не выбрался на привокзальную площадь. На подъездных путях устало вздыхал маневровый тепловоз, замусоренный перрон уже опустел, и только у торца неуклюжего здания вокзала, украшенного вычурно-алебастровой лепниной, толпился хмельной и говорливый народ. Привокзальный ресторан работал аж до полуночи. Огромные пыльные окна ресторана расчертили площадь на желтые квадраты, в которых изредка торопливыми видениями появлялись запоздалые прохожие, чтобы тут же растаять в темноте скверика. Костя, словно сам намбула, подошел к массивной ресторанной двери и некоторое время постоял, глядя пустыми глазами на хмельных курильщиков, а затем, неожиданно для себя, пошел внутрь. Водочку, вино. Официантка, рано увядшая женщина с головой в кудряшках химической завивки, пыталась перекричать оркестр. Эх, все равно. Значит, водочки. Записывая в блокнотик заказ, подытожила она результат переговоров, с усилием растягивая накрашенные губы в профессиональные улыбки. От закуски Костя отказался. Попросил принести только минералки. Он пил водку мелкими глотками, пытаясь жгучей горечью заглушить навязчивый запах крови, который преследовал его от порога логова фонаря. Налитая свинцовой тяжестью тела била крупная дрожь. В голове стоял туман, в густых вязких клубах которого копошились бессвязные, бестолковые мысли. А ресторан уже закрывался. Все. Идеть до дому. Ага. Официантки торопливо сновались горками грязной посуды. Швейцар с помощью поломоек выталкивал за шеи изрядно поднагрузившихся клиентов. Которые сами вот это не выйдут, а? В шею знать каких надо. Завтра уже придешь. Оркестранты прямо на подмостках эстрады делили сармак. Деньги, заплаченные посетителем ресторана за заказанный танец. Только Костю официантка не торопила. Хай до пье. Все правильно. Она уже несколько раз подходила к его столику, даже присаживалась, пытаясь завести разговор. Жаловалась на свою одинокую жизнь, держись. На соседей, которые ее... Хм. Поедом едят. Не доедят вот это. Косточки обмыливают. Костя изредка отвечал односложно, только лишь бы отвязаться. Но когда официантка попыталась придвинуться вплотную, он словно очнулся от забытия. Резко встал, положил деньги и, не говоря ни слова, вышел в вестибюль. Там было пусто. Только возле гардероба, прислонившись к деревянному барьеру, стояла девушка. И, уткнувшись в плечо краснощекого швейцара, она рыдала взахлеб. Заметив Костин взгляд, швейцар смущенно сказал. Вот, провязалась. Ну, давай, давай, милая, уходи. Все, хватит. Ресторан уже закрыт. Да и мне пора на боковую, на горшок и в люль, и все. И тебе тоже так надо. Иди. Ну, не рви ты, белуга, а. Ну, не рви ты так. Ой, опять потекло в ручейке. Ну, не рви ты. Ну, чем я тебе могу помочь? И, обращаясь, Костя пояснил. Понимаешь, выходить боится. Кто-то грозился ее избить. И, как назло, милицейский наряд где-то запропастился. Костя угромо кивнул и направился к двери. И остановился, встретив широко открытые глаза девушки. Оставив старика, она уже шагнула к Косте. Дубль два. Вы? Ну, как видите. Только теперь он узнал ее. Это была подруга Люськи Конфеты. Еще та конфетка вторая. Угу. Взбалмошная лялечка. Прижав кулачки к груди, она с мольбой смотрела на Костю. Неожиданная жалость шевельнулась где-то там в глубине опустошенной души. И он кивнул ей в сторону выхода. Пошли. На привокзальной площади ляльку их прям ожидали. Три хмыря на веселе явно приблотненные. Только заржали довольно, завидев ляльку и Костю. Вот теперь вечер закончится как надо. Будет над кем покуражиться. Ну, и их надеждам Костя положил конец быстро и без лишнего трепа. Не останавливаясь, сразу же уложил их на асфальт двоих. Как те дрова. Да так, что они даже не успели ничего понять. А третий с перепугу рванул в сторону сквера, где, зацепившись за урну, пропахал рожей добрых полметра хорошо утоптанной дорожки. И вот так вот Костя проводил ляльку до ее квартиры. Лялька, куколка ты моя, барби-герл, вот он твой домик, барби, заходи. Да так и остался там. Кен и барби. Ну, сначала он остался там на одну ночь, а затем и вовсе пересилился к ней. Во веки веков. Аминь. Хмурый чемодан, который по наводке люськи конфеты, с трудом разыскал его, чтобы вручить ключи от своей квартиры, так как должен был уехать из города на пару недель, прямо-таки остолбенел столбом при виде розовощока и счастливой лялечки. Ишь ты, устроились. И, ткнув Костя в руки ключи и пакетик с деньгами, он, неожиданно, не говоря ни слова, сунул руку за пазуху, достал бутылку портвейна, выбил пробку, чпок, и, не отрываясь, вылил вино в свою бездонную утробу. Ох, хорошо пошла тепленькая, как сплетня по деревне. И не остановилась, а? Их довольно погладил себя по животу. — Ну, поздравляю, — принялся отрасти Костину руку. — Жаль, мало времени, а то погудели бы клево. — Ты это чего это, а? — удивился Костя. — Да ладно, а? Да брось темнить, — довольно захихикал чемодан и подмигнул ляльке, которая, потупясь, смущенно теребила передник. — Да так завидую. Мне бы твои годы! И зашептал на ухо Кости. — Лялька, бобец, шо надо? — Сладкий бобец. Ух, вся своя в доску. — Не продаст, клянусь. Век свободы не видать. — Все, бегу, покедова. Неожиданно для Кости сумасбродная лялька ворвала с его постылую жизнь так стремительно и с таким напором, что на некоторое время приглушила все сомнения и колебания и горечь утрат. Впервые в жизни познавший женскую ласку, он с головой окунулся в необъяснимо сладостный мир новых, еще неизведанных ощущений. Хмельной от бесконечных ласк ляльки в редкие минуты отдыха он спрашивал себя. — А что со мной творится? Неужели это и есть любовь, когда вот так вот, тепленько? А лялька себе таких вопросов не задавал. Ей было тепло везде. И не в первый раз. Перевидевшая на своем коротком веку многих мужчин, перебрала. Она, познавшую липкую похоть новизны и случайных беспорядочных связей, расслевающих мысли и сжигающих душу, она тоже и впрямь влюбилась. Влюбилась без оглядки, без сомнений и колебаний, как молоденькая школьница, которая готова ради своей первой любви жертвовать всем и добрым именем, и уважением окружающих, и родительским очагом. О, вляпались. Так иногда среди гнилой болотной зелени, из-под почерневшей от зловонных испарений кочки, неожиданно вскипает холодный, кристально чистый ключик, пробивает. И медленно, медленно, но неустанно прокладывает себе дорогу через застойную коварную трясину к широкой полноводной реке по течению. И все же бездеятельность тяжким гнетом давила Костю. Однажды он попробовал устроиться на работу, но тут же оставил эту затею. В отделе кадров потребовали паспорт и трудовую книжку. Вот так. А у него не было ни того, ни другого, потому что в свое время не пошел он в милицию, где ему взамен справки об освобождении должны были выдать паспорт. Не пошел. А вот ты расхлебывай последствия. Не пошел, потому что знал. Прописаться в городе негде. А значит, придется куда-то ехать, как всегда. Уехать, не повстречав фонаря. А теперь же Костя просто боялся пойти туда. Нарушение паспортного режима грозило ему большими неприятностями. И он содрогался только от одной мысли, что вновь придется увидеть ржавую колючую изгородь зоны, что снова нужно будет нудеть эту, надеть грязную, замусоленную робу и вышагивать среди серого и хмурого строя заключенных. Ты зэк? Никогда опять, да? Не хочешь? Костя подолгу просиживал у окна лялькиной квартиры, спрятавшись за навеской. Жадно прислушивался к неумолчному городскому шуму и вглядывался в голубой лоскуток неба. Вот она, свобода. Совсем другие ощущения. Да? И только поздним вечером, а то и за полночь, когда счастливая лялька наконец засыпала в сладкой истоме, он, крадучись и стараясь не попадать на глаза ее соседям, выходил из дома и в упоении бродил по осенним улицам, иногда до утренней зари. Однажды поздним вечером пришел чумодан, как всегда на веселе, с двумя бутылками неизменного портвейна. А у меня что там в чумодане есть? Ха-ха! Наверное, потому тебя так и прозвали, а? Да? Чумодан! Тебе привет от козыря! В полголоса сказал он Костя, прислушиваясь к звону посуды на кухне, где суетилась ляльчика, она готовила там ужин. Сейчас вмажем по стаканчику и пойдем. Куда? Есть места. Имеются. Уклончиво ответил чемодан, разливая вино по стаканам. Не, ну а все-таки скажешь, а? К одному человечку пойдем. А зачем? И к кому? Не суетись, скоро сам все узнаешь. Ть, мне твои загадки не понутру знаешь. А ну, открывай чемодан. Ха-ха! Резко сказал Костя, поднимаясь из-за стола. Да брось ты! Не заводись ты так! Козырь просил передать, что человек надежный. И не сумлевайся даже! И добавил с нажимом. Козырь желает, чтобы ты с этим человеком встретился. Обязательно! Сухощавый благообразный старичок в очках с важным видом поднялся навстречу кости и протянул руку. Будем знакомы. Седой. Меня зовут Леонтий Севастьянович. Присаживайся. И он показал на стул. Алексей обратился к чемодану. А ты погуляй возле дома, часок. А мы тут потолкуем. Чемодан недовольно проворчал, что-то себе под нос. Взял своего чемодана и вышив. Громко хлопнул дверью. А? И старик поморщился, глядя ему вслед. А затем спросил у кости. Чай будешь? У меня отменный. Цейлонский чай. Садись поближе. Тебе покрепче? Спасибо. Неторопливо прихлебывая ароматный чай, старик ободряюще улыбался и кидал на Костю колючие хитроватые взгляды. Явно присматривался. Чаепитие несколько затянулось. Похоже, старик испытывал терпение своего гостя. Хотел, чтобы он занервничал. Но Костю эти уловки волновали мало. Он молча, с безразличным видом пил чай. И на вопросы старика отвечал коротко. Кротко. Да или нет? И, наконец, старик сдался. Оставив чашку, блаженно вздохнул. Потер руки, будто ему стало зябко. И спросил. Небось, скучно? Без дела мается. Да, знаете, привык. Плохая привычка. И старик заулыбался. Похрустев пальцами, посерьезнее усказал. Вот что, седой. Пора тебя к делу приставить. Стоящему делу. Работа не пыльная. Но денежная. Козы рекомендовал тебе, как смышленого, надежного человечка. А мне такие нужны. Чем я буду заниматься? А ничем. Как и прежде. Так, легкая прогулка время от времени на свежем воздухе, чтобы кровь не застаивалась. Побудешь на стреме часок-другой и опять дыхай с деньгой в кармане. Я буду воровать? И Костя резко встал и опрокинул стул. Ты что, дед, сбредил? Найди кого-нибудь другого, а я пошел. — Э-э-э, погодь! — скричал старик. — Я тебе еще не все сказал, парнишка. Погодь! Хоть выслухай! Ну, остановился на полдороги в двери Костя. Какая-то едва уловимая интонация в голосе старика, она все-таки заставила его насторожиться. — Ну, во-первых, не воровать, а брать то, что принадлежит нам всем. То, что государство прикарманивает, нас с тобой не спрашивая, м? Брать свою пайку, не огрызок черствой черняшки, что они нам предлагают, а кусок сытного с маслом. Усок? И имеем на это полное право. А вот отторчал в зоне по навету это что, зазря, что ли, а? Зазря. Кто-нибудь возместил тебе какие-либо убытки за это? Года не вернешь, ясное дело. Но хотя бы комнату в общаге дали, да на кусок хлеба малую толику подкинули в твой дырявый карман. Воровать я не буду, чувствуя, как бешенство волной окатило сердце, хрипло ответил Костя. Ты-то заладил, как попугай. Не буду, не буду. А куда ты подашься, друг ситцевый? Без гроша в кармане, а? Да и без документов. Ась! А это не твоя забота, дед. Так уже не моя, — ехидно покривился старик. Ты хотя бы поинтересовался, кто тебя деньгой снабжал до сих пор, чтобы ты мог спокойно и в полной безопасности на пуховых перинах с лялькой там кувыркаться? А, ладно, хрен с тобой. Как видно, козыр в тебе ошибся. Похоже, кровь у тебя заячья. Ну что ж, разойдемся, как в море корабли. Корабели. Разъедемся. А вот только должок ты мне верни к концу недели. Понял? Какой же должок? Что, память отшибла? А у меня вот тут вот все записано. Сколько и когда? И старик достал из ящика стола потрепанную тетрадочку в клеенчатом переплете. Вот, все, черным по белому. Но ведь козырь говорил, что это подарок за то, что записку передал. Хм. Подарок ты проел за месяц. А потом я, старый дурак, посочувствовал и подкармливал тебя по мере своих возможностей. По-товарищески, так сказать. Думал, добром отблагодаришь. Хм. Дождался благодарности. Хорошо. Деньги я верну. И Костя с ненавистью посмотрел на ухмыляющего старика, едва сдерживая себя, чтобы не сломать его дряблую морщинистую шею. Что, в лотерею выиграешь? Или наследство получил? Снова сихидничал старик, но, заметив опасный огонек в черных глазах юноши, сказал, благодушно разведя руками. Ну, как знаешь, это твои заботы, не мои. Но деньги? Но деньги? Да. 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 Фонарика. Так что ты, парень, постерегись. Слыхав? Слыхав. Будни Тесленко. Давай. Давай. Тесли. Сырой промозглый ветер гонял по ненастному небу косматые серые тучи. Занудливый дождь сеялся, как сквозь решето, уже четвертые сутки. Рыхлый грязный снег медленно таял, обнажая неубранную листву и разнообразный городской мусор. Голые обледеневшие деревья в скверах жалобно поскрипывали по ночам, когда вместе с ветром из северной стороны вползал морозный туман. Зима была уже на исходе. Капитан Тесленко, кутая с длинной плащ дождевик, уже битый час стоял на остановке, дожидаясь маршрутного автобуса. Легкая меланхолия, одолевающая его с утра, постепенно переросла в раздражение, которое, как ни странно, согревало, углубившись в свои безрадостные под стать погоде мысли. Капитан совершенно не ощущал ледяных порывов коварного сквозняка, задувающего многочисленные щели автобусной остановки. Он весь в своих теплых мыслях. И они его согревали. Он думал о тех новостях, которые принес вчерашний день, и о чем ему сегодня придется докладывать майору Храмову. Тесленко даже в холодный пот кинуло, когда он на мгновение представил реакцию шефа на его доклад. Конечно же, вина тут была седьмого отдела службы наружного наблюдения, но до наружников у Храмова руки коротки, а он, Тесленко, вот, под боком. Храмов выслушал информацию Тесленко внешне спокойно. А что у него творилось в душе, разобрать по выражению лица было просто невозможно. Капитан с трепетом ждал очередного разноса. Если честно, то Тесленко не очень признавал своего шефа. Но страсть как не любил скандалов и руганий, будь то на работе, в семье или на улице. Он всегда старался обходить все эти острые углы, повороты. Но не всегда получалось, как всегда. Всяческие склоки и брань приводили его в смятение. Помимо воли, как ни старался совладать с собой, хотя трусом он никогда не был. — Да, — наконец проронил Храмов. — Соколики! — Наверное, гляделки позаливались вечера, наружники хреновы. — А нам тут разбирайся! Несмотря на грозный вид и строгий тон, майор, похоже, был довольный. Ответ лежал недалеко. И Тесленко знал его. Храмов и начальник седьмого отдела издавна недолюбливали друг друга. Потому майору промашка коллеги была, что живительный бальзам на сердце. Уж на оперативке у генерала Храмов попляшет на костях своего соперника. Сразу же понял капитан. Но от этого ему легче не стало. — Значит, Михей дал тягу, — продолжал Храмов. — А с чего бы это, а? — Ну, не думаю, что наружники засветились, — осторожно ответил Тесленко. Майор недовольно поморщился. Но капитан сделал вид, что не заметил этого. Судя по всему, Михей просто вышел из игры. Упрямо гнул свое Тесленко. — Я уверен, что не без помощи своего братца-профессора. — На нас Михею начихать. Улик против него кот наплакал. Свидетели во главе с Крапленым пока на свободе. Впрочем, свидетелями их можно назвать с большой натяжкой. Уж чем-чем, а болтливостью на допросах они не отличаются. — Михей — человек крученный. Его голыми руками не возьмешь. — Ха, да. Та еще гнутая береза, ага. — Слушай, а может его отправили вслед Баркаловой, а? — Такое возможно? — Мало, вероятно. Он брат профессора, а тот, судя по всему, играет как бы не главную скрипку в оркестре Крапленого. Далеко не главную. — Тогда что? — По-моему, близится финал. — Большое дело. Все уже на мази. И этот старый хитрец готовит стопроцентное алиби и себе, и братцу Михею. Потому и отправил его подальше, чтобы он подыскал надежное пристанище, где, случись что, можно сразу же шмык, спрятаться и все. От Крапленого. И от нас, кстати, тоже. Если дело выгорит, то, я уверен, Крапленый избавится от подельников. Он уже омеченный кровью, так что ему терять нечего. Нужно менять имя и убираться подальше отсюда. Но об этом догадывается и профессор тоже. Умная башка. Потому и принимает меры предосторожности. — Так, в каком состоянии подготовка нашей операции? — Люди готовы, товарищ майор. Объект под наблюдением. — Пока тихо. — Смотри, если дадим промашку, ты у меня попляшешь. — Хм. — Да уж. — Нашли крайнего. — буртнул Теслинка и не поднимал головы. — И еще одна новость есть. — И, как всегда, малоприятная. — Да? — Хм. — Точно. — Нашли участкового Сушко. — Убит ножом в спину. — Где? — На Рябушевке. — Чисто случайно наткнулись. В заброшенном сарае. Пацаны местные играли. Ну, вот и обнаружили. — Давно? — Ну, в общем, да. Дней десять назад. Сразу заявить побоялись. Труп уже разложился. А это, сами понимаете, зрелище не для малолетних. Один из них через неделю попал в больницу. Нервный срыв. Едва выходили. Ну, вот он, кстати, и признался. — А оружие? — Ограблен. Забрали пистолет, документы и форму. Лицо обезображено до неузнаваемости. Эксперты определили, что это Сушко, только при вскрытии. В свое время он участвовал в задержании бандита и был тяжело ранен в бок. Ему удалили одно ребро. Вот поэтому и нашли. — Вы свободны. Помрачневший храмов грузно поднялся и подошел к окну. — От подлёки! — процедил он чуть слышно сквозь крепко стиснутые зубы. А Мишка Снегирёв сиял, как новая копейка. О, Снегири-Негири! С очередной получки он прибарахлился, купил шикарнейший костюм, рубашку и туфли. И теперь то и дело смотрелся в карманное зеркальце, поправляя чересчур туго затянутый узел галстука и приглаживая непокорные рыжие вихры. — Наши вам! — кинул ему Тесленко, присаживаясь. — Слушай, фраерок деревенский, ты чай заварил? — Извините! — и Мишка покраснел и смущенно заёрзал на стуле. — Не успел! — Ладно, прощаю, — благодушно сказал капитан. — Включи чайничек! — Есть! — по-военному козырнул Мишка. — Ну как там? — осторожно поинтересовался, показав пальцем в потолок. — Эх, ему уже приходилось бывать на оперативках Храмова. Поэтому он достаточно хорошо знал, какие перипетии там случаются. И потому и спросил. — Ну как там у Храмова-то, а? — Эх, так сказать, лёгкий штиль. И капитан потянулся и хрустнув костями. — Миша, у тебя когда практика заканчивается, а? — Да скоро! — заулыбался Снегирёв. — Хм, радуешься? — пытливо посмотрел на него капитан. — Наконец избавишься от зануды наставника. — Хм, что вы! — Нет! — Вовсе нет! — Щёки Мишки вновь стали пунцовыми. — Честное слово! — Да ладно! — Это я так! — И Тасленко улыбнулся. — И только теперь понял, что Мишки ему будет ой как не хватать на рабочем месте. Этот неуёмный и шустрый парнишка как-то незаметно влез ему в душу. И там я сел на веки вечные. И они даже сдружились, несмотря на разницу в возрасте. — Жалко, что ты уходишь, — неожиданно вырвалось искреннее признание. — Тебе место в угрозыске? — Ну, право слово. — Вернёшься? — Хм! — Жалко, знаешь где? — У пчёлки под хвостиком. — Ну так вернёшься всё-таки? — Наверное. Если честно, то я ещё и не думал. И Мишка посерьёзнел. — Хочется дело закончить. — Кстати, о деле. Есть у тебя что-нибудь новенькое? Накопал? — Есть. И очень важное. Сразу же оживился Мишка, доставая из своего неизменного портфеля бумаги. — Ну, рассказывай. — Зарубина видели в городе с полгода назад. Но в райотделе он не появлялся. — Значит, на учёт не встал. — Может, всё-таки не он? — Больше некому, — сгорячился Мишка, копаясь в бумагах. — Вот показания заключённых, которые жили вместе с ним в одном бараке. — Обладает невероятной силой и реакцией. — Прекрасно владеет приёмами самозащиты. — Отлично тренированный. — Даже в зоне каждый день занимался гимнастикой. — Но это пока ничего не значит. — Хм! — Нет! — Значит! — Я внимательно ознакомился с его делом. Повидал кое-кого из его так называемых друзей-защитничков. Оказалось, что он невиновен, а вся эта история подстроена неким Скоковым по кличке Фонарь. — А какие мотивы? — спрашивается. — К сожалению, этого выяснить не удалось. Но главное заключается в следующем. Вскоре после появления Зарубина в городе этого самого фонаря нашли мёртвым. — И что, убит таким же способом, как Валет и Щука, да? — Нет. — Застреленный. — Ты считаешь это месть? — Похоже, очень даже похоже, да. — Тогда при чём тут Валет и Щука? — Да, в парке их не было. Но Валет жил в одном бараке с Зарубиным. И, насколько мне известно, они были на ножах. — Но это ещё не повод. В зоне одно, а здесь другое. Тут нужно копать гораздо глубже. И кровь с носа, но нужно отыскать Зарубина. — Вы считаете, что он до сих пор в городе? — Ну, трудно сказать. По крайней мере, я надеюсь. Видно, он сможет нам многое нам открыть глаза. Какая-то непонятная ситуация с этим двойным дном. Ну, так получается. — Да, жалко парня. И хмурый Мишка собирал бумаги. — И наши коллеги тоже хороши. Воткнули человека в зону — за здорово живёшь, а? — Ну да. История очень некрасивая вышла. Огорчённо вздохнул и Тесленко. — Ты подготовил документы для пересмотра дела Зарубина? — Конечно. Только ему теперь от этого не легче. — Хм. — Ну да уж. Исправляй. — Воры. — Вор! Вор! — Вор! — Уткнувшись лицом в подушку, Костя повторял это ненавистное слово уже, наверное, в сотый раз. Тело сотрясала крупная дрожь. Лихорадочно возбуждённый мозг с такой силой давил на черепную коробку, что, казалось, она вот-вот лопнет. Вспоминалось. — Дело пустяшное! — лебезил перед Костей довольный профессор, который уже не чаял выполнить наказ Козыря. — Окроплённый мужик, что надо! — Хм. — Фартовый, чертяка! — Всё будет в ажуре. Не беспокойся. Сам увидишь. А там долг отдашь — и гуляй, парень, на четыре дороги. Да. Магазин обворовали в ту же ночь. Нагруженные мешками с товаром пробирались в темноте за дворками. Впереди шёл краплённый. За ним зуб, который нёс ещё и саквояж с воровским инструментом. Щука и Костя шли позади. В глубоком овраге, неподалёку от городской свалки, остановились перекурить. Краплённый швырнул мешок на земь, отдышался и проворно забрался на пригорок. Внимательно осмотревшись по сторонам, по-особенному посвистел. И тут же с двух сторон послышался ответный свист. Порядок. Краплённый легко по-кошачьи спрыгнул во враг. Седой, ты сваливаешь. Пойдёшь вон туда, мимо водокачки, через посадочку. Свою долю получишь уже через неделю. Всё. Покет два. — Держи пять. — Протянул Костя руку. Зуб тоже. — Но с крышением тебя! — Эй! — Да пошёл ты! — сквозь зубы процедил Костя и направился к чернеющему неподалёку массиву лесополосы. Вор. Вор. Вором стал. Костя с трудом поднялся и прошёл в ванную, чтоб хоть чуть-чуть от этого смыться. Разделся и встал под холодный душ. И так и стоял под ледяными струями, пока не посинел. Навовсе. Растёрся до красно-махровым полотенцем и посмотрел на часы. Стрелки показывали начало второго ночи. — Где эта лялька запропастилась? — подумал с беспокойством. — А лялечка появилась только под утро. — Такая лялечка. М-м-м. Не зажигая света, она прошла в комнату, присела на постельку и надолго задумалась, глядя в предрассветный сумрак за окном. — Не спишь? — наконец спросила вполголоса, и вдруг упала ему на грудь и зарыдала. — Да будьте непрокляты! — Ой, мамочка, и что же я наделала? — Да успокойся, да успокойся же! Что с тобой? И Костя потряс её за плечи. — Не могу! — продолжала плакать лялечка. — Ой, пропали мы с тобой, Костик! — Ой, беда! — Да скажи ты, наконец, что стряслось-то! И лялька вдруг оттолкнула его и метнулась на кухню. Костя поспешил вслед и едва успел вырвать из её рук остро отточенный кухонный нож, который лялька уже направила себе в сердце. — Ты что, спятила? И Костя схватил её в охапку, отнёс в комнату и положил на тахту. Лялька была невменяема. Она царапала до крови своё тело, порвала зубами в клочья вышитую подушку-думку, что-то бессвязно выкрикивала. Только через час Косте удалось кое-как её утихомирить. Бледная и стёрзаная, подогнув коленки едва не к подбородку, она рассказала ему всё. — Я видела, как ты мучаешься. Они хотели и на этот раз взять тебя с собой. Мне чемодан всё рассказал. — Я пошла к Краплёному. Он тогда жил у моей знакомой Совки. Просила, чтобы они тебя в свои дела больше не втягивали. А Краплёный только смеялся и хотел прогнать меня. — Тогда я сказала, что пойду вместо тебя. Краплёный расхохотался и сбил меня, а затем, подумав, вдруг согласился. — Если бы только я знала, что он на этот раз задумал, а? — Бррр. И она содрогнулась. — Он зарезал сторожа. Гадина такая. — Кровь! Столько крови! Зачем, Господи, Боже? — Ну, понятно, зачем сумрачный Костя поднялся. — Ты давно этим занимаешься? — Да. Только с Краплёным впервые. До этого с чемоданом только. — Ладно. Поспи. И успокойся немного. Всё образуется, Ляля. И Костя стал натягивать кожаную куртку. — Костик! И Лялька подхватилась с тахты, упала перед ним на колени и обхватила его за ноги. — Родненький, не ходи! Не ходи к ним! — запрочитала. — Я знаю, знаю, куда ты идёшь. — Ну, прости меня, дура такую, а? Прости! Я люблю тебя! Люблю! — Я тоже тебя люблю! — Но они нас с тобой в кровь замарали, сволочи! — И я им этого не прощу! — Где находится логово Краплёного? — Не надо, Костик! Не надо! Прошу тебя! Они тебя убьют! Это же не люди, это звери! — Мы уедем отсюда! Мы забудем это всё! Они нас не найдут! — Прошу тебя, Костенька, послушай меня! Сегодня же уедем! Сейчас же! — Поздно, Ляля! Уже поздно! Смертельная усталость охватила Костю! Он едва держался на ногах! — Мы с тобой влипли в грязь по уши! И терять нам уже нечего! Да и назад возврата нет! — Где Малина Краплёного? — Где она? — Не пущу! — зарыдала Лялька! — Не скажу! — Ну, как знаешь! И Костя поднял её на руки и вновь уложил на тахту! — Не дрэгайся! И Лялька умолкла, закрыла глаза! — Моя Лялечка! Похоже, она была в обмороке! Как та кукла, которую переворачивает, она сама закрывает глаза! Вот и закрыла! Вырубилась! Постояв на ней чуток, Костя нагнулся, поцеловал её в лобик и решительно направился к выходу! — Отдыхай! — Кто там? — голос профессора был ломким от испуга! — Открывай! — Седой? — Да! — Ты что, с ума сошёл? — зашипел на него профессор, втаскивая за рука в куртке в переднюю. — Средь бела дня заявляешься, как тёща на блины! — Что это такое? — Помолчи! — отрезал Костя. — Мне от тебя нужно только одно. — Где хоза краплёного? — А зачем тебе? — прищурился задаченный профессор. — Это не твоё дело! — Ну, если не моё, то катись отсюда! — Эй ты, старая обезьяна! Костя в бешенстве схватил профессора за грудки! — Я с тобой не шучу, ты понял? — Как? Да как ты смеешь? — вскричал было в гневе профессор, но, наткнувшись на испепеляющий взгляд Кости, стушевался. — Не знаю. Он мне не докладывал. — Да отпусти ты! — Сейчас ты у меня всё вспомнишь! Костя резким движением прокрутил профессора вокруг оси, завёл его руки за спину и нащупал болевую точку, как учил когда-то Кауров. — Профессор взвыл мне своим голосом! — Ой! — нажали на кнопочку. Дикая боль пронзила его с ног до головы калёным железом. — Пусти! Всё скажу, всё выложу! — Ну, вот так-то оно и лучше. Ха! Костя небрежно швырнул обезумевшего от боли профессора на диван. — Слушаю. — Только без обмана. — Вернусь, кости переломаю. — Понял, а? Профессор бежал изо всех сил, держась рукой за грудь. Сердце стучало неровно и казалось, что вот-вот лопнет от перенапряжения. Наконец он добежал до шоссе и замахал руками, пытаясь остановить такси. — Успеть бы! Единственная мысль пульсировала у него в бошке. — Краплёный! — Ой, что будет! — Ой, что будет! — А? — Успеть бы! Профессор очень испугался. Впервые за столько лет, за сто лет, обострённым нюхом старого хищника он уловил признаки грозной опасности, которая могла поломать все его планы. Одним разом вот так, мах и всё! — Чёрт его дёрнул пойти на поводу у Козыря! — Ничего не скажешь! Хороший эксперимент он затеял с этим седым! — Мне он нужен! Позарез! Приберёшь пацана к рукам — по гроб жизни твой должник! — Будь спок! — Именно вспомнил записку, которую передал ему чемодан от Козыря. — Да! — Поверил! — Прибран! Как же! М-м-м! На ум пришёл наказ Краплёного никому не открывать адрес его берлоги. Профессор едва не рухнул на асфальт, распластался, ужаснувшись предстоящего разговора со своим учеником — мучеником. Забота о личной безопасности у Краплёного была на первом месте. И в этом он был беспощаден. — Дед! А, дед! Что это с тобой? Молоденький черноволосый таксист лихо притормозил рядом с профессором. — Сердце! Сердце болит! Плохо мне! — Ну, садись! Отвезу в больничку! — Нет, туда не надо! Мне бы домой! — Куда? — На рабушёвку! И таксист недовольно проворчал что-то себе под нос, но всё-таки открыл дверку. — Ладно. Где наша не пропадала? — И не сумлевайся даже! Я хорошо заплачу! Едва не на карачках пополз на сиденье профессор. — Ты, главное, быстрее! Быстрее поезжай! Из-за угла на приличной скорости выскочило такси, и Костя только в последний миг успел оскочить в сторону, к забору, чтобы не быть обрызганным чёрной липкой грязью с ног до головы. Проводив взглядом замызганную волгу, которая укатила в сторону рябушёвки, Костя зашагал дальше. Дверь дома, где обитал Краплёный, отворила невысокая, полная, довольно симпатичная женщина. Стучать долго не пришлось, и это удивило и одновременно насторожило Костю. — Вам кого? — тихо спросила она. — Постояльца! — коротко и зло ответил Костя, и, отстранив женщину, сразу же прошёл внутрь, без приглашения. Краплёный сидел у стола, поигрывая парабеллумом. — Что ж скажешь, седой? — не поднимая головы, внешне спокойно спросил он. У него была в руках уверенность, парабеллум, будто появление Кости в его голове было делом обыденным. — Ты зачем ляльку в свои дела путаешь? — Это всё, что ты хотел мне сказать? — Нет, не всё. И Костя шагнул к столу. — Стой там, где стоишь! — чик-чик! — и щёлкнул предохранитель. И Краплёный наконец поднял на Костю налитые кровью бешеные глаза. — С чего это тебе мантраж прошиб, Краплёный? — насмешливо спросил Костя, внимательно наблюдая за указательным пальцем бандита, лежащим на спусковом крючке. — Ты… ты… Краплёный захлебнулся от злобы. — Твою мать! — Я тебя нараспыл пущу! — Ух, какой ты грозный! И Костя незаметно для Краплёного напружинился, примеряясь для решающего броска. — А что на это скажет Козырь? Эмми Козырь на какой-то миг заставил Окраплёного заколебаться. Бандит не знал Костиных отношений со старым воровским авторитетом, потому боялся попасть в просак. А слушников в своих распоряжении Козырь карал жестоко и очень быстро. От него спрятаться невозможно, достанет с морского дна. Костя чувствовал, как в его душу постепенно вползает что-то холодное, скользкое и отвратительное. Когда он шёл навстречу с Краплёным, единственным его намерением было высказать всё, что он думает об этом подонке, и порвать раз и навсегда всяческие отношения с ворами. Каким он был наивным и глупым! Здесь уже шёл разговор о его жизни, и не только его. Перед мысленным взором вдруг встали окровавленные призраки отца и матери. Всё встало! И видение было настолько явственным и живым, что Костя едва не застонал от боли, внезапно пронзивший сердце. Он предал их память, встал на одну тропу с убийцами. Пусть не эти, другие, но именно воры убили его родителей. И не будет теперь им пощады. Так ты когда-то говорил. Не будет. Око за око, зуб за зуб. И ненависть помутила разум, заволокла красным туманом глаза. Чужая кровожадная сила заставила затрепетать тренированные мышцы. И он был готов. — Козырь? — наконец справился с временным замешательством краплёный. — Да плевать и хотел на того козыря, козырного. Понял? Вот так вот. — Фу! А тебя я в порошок сотру. И твою лярву тоже. Вместе! Мать-перемать! — орал он дурным голосом. Позади кости вдруг послышался шорох. Но сжигаемый ненавистью юноша не придал этому значения. Сейчас ноги спружинили, кулаки налились свинцовой тяжестью. И страшный удар по голове помутнил сознание. Костя попытался даже развернуться. Но тут ловко наброшенная петля удавка сдавила шею, Расколов мир на мириады жалящих осколков. Нав пополом. Краплёный так и добился своего, Криком усыпив бдительность юноши. Очнулся Костя в полной темноте. Он лежал в тесном сыром чулане, связанный по руками ногам. Попытался перевернуться на спину и застонал от боли. Голова была словно чугунная, а содранная верёвкой кожа на шее жгла и соднила. Пошевелил пальцами рук, пытаясь восстановить кровообращение. Подвигал ногами. Напряг мышцы, стараясь ослабить опутавшие тело петли. И немного полегчало. И он прислушался. В дальнем конце чулана, за дверью, бубнили чьи-то голоса. Извиваясь всем телом и отталкиваясь от пола связанными ногами, он, словно улитка, пополз к двери. Добрался, приложил ухо к шершавым доскам и застыл, тая дыхание, пытаясь разобрать, о чём же шёл там разговор. — Из-за тебя теперь придётся когти рвать отсюда. Из-за тебя всё! — шипел змеем краплёный, как всегда матерясь. — Ты погодь, погодь! Всё образуется! — непривычно заискивающий голос профессора. — Ты погодь! — Посмотрим. Я вызвал. Икраплёный назвал имя, но Костя не расслышал. — Приедет и ямба в расход. Его нужно кончать, понимаешь? — А козырь? — Что? — скажет козырь. — Ага! — как бы, между прочим, поинтересовался профессор. — Да плевать! Своя шкура ближе к телу. Он всё поймёт. — А за девкой ты сам присмотри. Она ещё нужна нам для дела. — Потом. — Хрен с ней! Невелика потеря, чтоб не тявкала сучка на ветер, а! Постепенно-постепенно глаза стали привыкать к темноте. Тоненький лучик проникал сквозь неплотно забитую тряпкому отдушину под потолком и упирался в деревянную кадушку, отбрасывая на пыльный пол дрожащие световые пятнышки. Костя внимательно осмотрелся и едва не вскрикнул от возбуждения. Около кадушки в кучке мусора валялся старый заржавевший кухонный нож. Маленький, с основательно сточенным лезвием. Он на поверху оказался очень острым. Пытаясь схватить его связанными за спиной руками, Костя порезал себе даже палец. Стараясь не шуметь, он дополз до стены, нашел там подходящую щель, воткнул туда рукоятку ножа и принялся пилить, пилить бельевую веревку, опутавшую его с ног до головы. Ох, запеленали, а! Звуки шагов и скрип отворяемой двери заставили Костю прекратить сие занятия. Эх, еще бы чуток времени, а! Хм, как всегда, закон подлости. От досады Костя даже закусил губу до крови. Он едва успел вытащить нож из щели и спрятать его за пояс сзади, под рубаху, как в чулан вошел крапленый. — На, как попивалось, седой! — со смехом обратился он к юноше. — Постелька у тебя то, что надо! А позади крапленого тоже кто-то заржал. — Будем кончать тебя, седой! — продолжал крапленый. — Допрыгался ты! — Все! Хватит! Дверь открылась пошире, и в чулан вошел еще кто-то. И только когда он заговорил, Костя узнал его. — Здорово, корыш! Давно не виделись! — Хе-хе! — Валет? — А то кто же? И Валет подошел поближе и изо всей силы пнул Костю ногой. — Непотреб! — Это тебе, падла, для начала, а? — Зону помнишь, а? — Валет, считай, ты мертвец! Я тебя из-под земли выцарапаю! — в ярости прохрипел юноша. — О-о-о! Какие мы шустрые! И Валет вытащил финку. — Крапленый! — Дай я с этого гада скальп сниму! — Оставь! Кровищий будет до хрена! А его еще в машине нужно тарабанить! Я хочу, чтобы он перед смертью поизвивался, как в юн на сковородочке! — Снова довольно осклабился крапленый. — Ну, лады! Заметан! — Где мешок? В чулан протиснулся еще один бандит, широкоплечий, круглоголовый, с огромными глазищами на выкате. — Держи! — протянул он Валету вместительный чувал. — Да пасть ему заткни, чтобы ни звука! — Хм! С пребольшим удовольствием! И Валет нашел какую-то тряпку и с силой затолкал ее в рот кости. — Жуй, жуй, сучок! Последний твой ужин! — Поторапливайтесь уже! — посмотрел на наручные часы крапленый. — Время! — Держи покрепче! И второй бандит легко поднял костью и затолкал его в этот мешок. — Ну, и селище у тебя, лупатый! — восхищенно сказал Валет, затягивая завязочки. — Лупатый? Хе-хе! Воспоминания сразу же обожгли сердце. Теперь он понял все! — Залупатый! При первой встрече с крапленым Костя селился вспомнить, откуда ему знаком его голос, где он прежде мог слышать этот хрипловатый баритон, временами похожий на воронье карканье. — А то и накаркал, а? — Значит, главарем грабителей, которые убили его родных, был крапленый. — Точно! — Крапленый! — Подсознание так и вспомнило этот голос. Бессильная ярость мутной волной захлестнула рассудок. Костя попытался вытолкнуть кляп, закричать, и потерял сознание. Лупатый остановил машину в густых зарослях на обрывистом берегу реки. Он знал, что под обрывом находились глубокие ямины, куда водоворот затаскивал все подряд. Валет сноровисто привязал к мешку здоровенное зубчатое колесо и еще раз мстительно пнул ногой уже неподвижное тело. — Хе! Наше вам! — Взяли! — поторопил Валетто лупатый, тревожно посматривая по сторонам. — Взяли! Эх! Оно хоть и ночное время, но все же... И бандиты раскачали тюк и швырнули его с обрыва в черную водяную кипень. — Приставился! С нервным смешочком Валет достал из машины бутылку вина. — На! Хлебни! — и протянул лупатому. — Помянем! — Хе-хе-хе! — Пей сам! — отрезал тот, усаживаясь за руль. Не хватало, чтоб гаименя прихватило с запахом. — Да поживей! — Щас! И Валет высосал бутылку до дна самого и швырнул ее в реку. — Боль тых! — Спи спокойно, дорогой дружи! — Хе-хе-хе! И хлопнула дверка. И машина на малой скорости, не зажигая фар, поползла по еле приметной грунтовой дорожке, поросшей высокой щетинистой травой. Над рекой из-под воль вставали седые колеблющиеся космы тумана. Обман В красной рубашоночке, в красной рубашоночке, молоденький такой. Назойливо вертелся в голове мотив старой полузабытой песни. Прижимая к груди подушку, на которой спал Костя, лежала лялька на тахте, бездумно уставившись остановившимися глазами в потолок. В единственную точку. Когда Костя не вернулся, лялька долго не размышляла. Она одела, что под руку подвернулась, и поздним вечером, следующего дня, пошла в берлогу крапленого. Лялька была одна из немногих, кто знал, где теперь скрывается главарь, после того, как сгорела вместе с хозяйкой Совкина хоза. И не особое доверие к ней со стороны крапленого было тому причиной. Просто Маркиза, старая ее подружка, не смогла удержать язык на привязи, и однажды в порыве откровенности ляпнула ляльке, какой постоялец у нее обретается. Похвалилась. Появление ляльки не удивило крапленого. В последнее время он перестал чему-либо удивляться и только твердил про себя. «Ой, нет верных людей, нет. Не бывает. Все паскуды. Закончу дело. В расход пущу этих тварей всех. Ну, право слово. Надоели». «Маркиза!» — каркнула, вернувшись в кухонные двери. «Пойди сюда!» И вошла Маркиза под хмельком, распаренная от кухонного жара и слегка испуганная. «Чего, Феденька?» «Твои манцы!» — показал на бледную ляльку. «Да Господь с тобой!» — вскрикнула Маркиза, крестясь неверной рукой. «Да ее не в жизнь!» «Закрой хлебала, сука!» И крапленый неторопливо встал, подошел вплотную к Маркизе и ударил почти без замаха под дых. «Еще когда вякнешь кому-нибудь то, о чем я велел молчать, на куски покрошу и свиньям скормлю. «Чего?» «Топай!» Пошатываясь, иякая Маркиза поплелась обратно на кухню. «Ну, садись, кроля, коли пришла!» Сердито буркнул он, указывая ляльке на стул. «Какого хрена приканала?» «Где?» «Где седой?» С трудом молвила она, едва ворочала сухим языком. «А я почем знаю?» «Он ведь твой хахаль!» «Врешь!» «Врешь!» «Ты убил его!» «Не ори, как помешанное!» «Тоже нужен он мне!» «В бегах твой пацан!» «Усекла!» «Ему менты на хвост упали, вот он и подорвал!» «Нет, не правда», — твердила лялька безумным взглядом, прикипев к лицу крапленого. «Убей!» «Убей и меня тоже!» «Ну?» «Вот липучка!» «На!» «Читай!» И он достал из кармана изрядно помятую бумажку и протянул ее ляльке. Это была записка. Зачитываем. «Ляля, мне нужно срочно уехать из города!» «Подробности при встрече!» «Прости, что не смог попрощаться!» «Не успел!» «Твой Костя!» «И точка!» «На!» «Убедилась?» «Почерк хоть узнаешь?» И крапленый ухмыльнулся довольно. «А теперь вали по холодочку!» «И дорогу сюда забудь!» — добавил с угрозой. А почерк этот и впрямь был похож на Костин. Для этого профессору, который был дока в таких подметных делах, пришлось изрядно попотеть. Марая бумажные листы, он пенился от злости. «Но на кой ляд эту туфту лепить, а?» «Поприжать стерву, как шелковая станет, и все, шо я тут тоже рисую!» Но крапленый был неумолим. «Делай, как я сказал!» «Делай!» «Мне она еще нужна!» «А то еще в легавку, как пометнется, с нее станет!» «Бобы они все с придурью!» Почти месяц лялька крепилась в ожидании вестей от Кости, а потом запила. Профессор, который повадился навещать ее через день, говорил крапленому. «Не прохмеляется, зараза!» «Боюсь, как бы чего не вышло!» «Ляпнется пьяну лишнее, и все!» «И загудим на этап!» «А кое-кто...» И он добавил вроде про себя. «А кое-кто и повыше будет!» И даже поднял глаза к потолку. «Вышка!» Окрапленный только посмеивался. «Да не дрейфь ты, а!» «Водка, знаешь, очень хороший лекарь!» «Всех вылечит!» «Побухает чуток, а там найдет замену нашему покойничку!» «И все!» «И они встретятся там!» «И все наладится!» «Как ее хотенчик взыграет!» «Вот так и дело, шитое в шляпе!» «Все!» «Мститель!» «И мстя его страшна!» «Замок поддался очень легко!» «Короткий мягкий щелчок, чуть слышный скрип двери и пушистый ковер под ногами, казалось, тут же вобрал в себя все звуки!» «Только размеренное тиканье часов до редкие удары капель в умывальнике нарушали эту предутреннюю тишину!» Человек, проникший в дом, некоторое время так и стоял неподвижно, как изваяние черного мрамора. Наконец бесшумной тенью фигура скользнула к одной из дверей, откуда доносилось чье-то мерное дыхание. Осторожно раздвинув портьеры, человек заглянул в спальню. На широкой просторной кровати разметался мужчина в просторных семейных трусах в цветочку. Скомканное одеяло валялось на полу. Состоявшийся воздух в комнате был густо насыщен винным перегаром и запахом дешевого цветочного одеколона. Тоже цветочки. Ночной пришелец зашел в спальню и плотно прикрыл за собой дверь. Затем нащупал на стене выключатель и комнату залил мягкий зеленый свет потолочного плафона. Мужчина на кровати среагировал мгновенно. Еще не разобрав, как следует, кто перед ним, он сунул руку под подушку и выхватил пистолет. Уверенность. И тут же застонал от нестерпимой боли. Страшный удар в грудь под сердце прыгвозил его к перине. На какой-то миг он потерял сознание. Незваный гость небрежным движением вырвал пистолет из его руки и отшвырнул оружие в угол спальни, где в беспорядке была свалена одежда хозяина дома и еще какое-то тряпье. Затем встал у изголовья постели, дожидаясь, пока он придет в себя. Хозяин дома был крепко скроен, мускулист. Тело сплошь покрывало тату, татуировка. Очнулся он довольно скоро. «Кто? Что тебе нужно?» – прохрепел, пытаясь встать. «А ты лежи», – придержал его пришелец. «Не узнаешь?» – лупатый. «Вау! Вау! Аааа!» Закатив глаза под лов в смертельном испуге, вскричал хозяин. Но, схваченный за горло железными пальцами незваного гостя, умолк, задергал ногами, будто в предсмертной агонии. «Тихо!» – со сдержанной угрозой предупредил его пришелец. «Мне нужно от тебя только лишь одно. Слышишь? Одно. Вспомни!» – пятьдесят третий год. «Вспомни!» «Кто брал квартиру главного инженера хлебозавода?» «Кто?» «Он и его жена были убиты». «Ну?» «Вспомнил?» «Не...» «Не помню...» «Не...» «Вспоминай, сволочь!» И резкий колющий удар пальцами в область груди и дикая боль пронзила тело Лупатова. «Х-х-х-х-х-х-х-х-х-х» И задергался он. «Я сейчас скрапленый зуб». «Кто? Кто еще?» «Валет!» «Еще...» «Громче!» «Кривой!» «Э-э-э...» «И щука!» «И где они сейчас?» «Адреса!» «Ну?» «В... Валет живет на...» Лупатый говорил, с трудом ворочая языком. И все тише и тише. И неожиданно он захрипел. Тело его выгнулось дугой, и на губах показалась пена. «Х-х-х-х-х-х-х» Затем он коротко охнул и вообще затих. Запенился. Незваный гость нагнулся над ним, пощупал пульс и резко выпрямился. Сердце Лупатого остановилось. Замерло. И с отвращением плюнув пришелец потушил свет, как ни в чем не бывало, и кошачьей поступью направился к выходу. Возмездие пришло. Когда холодная вода сомкнулась над мешком, в котором находился Костя, он уже успел освободить руки. Так повезло. Несмотря на груз, привязанный к ногам, мощный водоворот вертел его, как щепку. Стараясь подольше задержать воздух в легких, как учил Саша Кауров, юноша со стервенением кромсал ножом мешковину и веревки. Он кромсал. От страшного напряжения и недостатка кислорода перед глазами мелькали огненные сполохи. И, наконец, мешок достиг дна. Уперлися. И, собрав последние силы, юноша освободил ноги. Ужом проскользнул в прорезанную дыру и ринулся вверх, стараясь не закричать от невыносимой боли в ушных перепонках. Всплыв на поверхность, он жадно задышал, отдышавшись на волю речного течения. Но его снова потащило вниз, в бурлящую темень. На рассвете мокрого обессилевшего костью подобрали рыбаки на одной из отмелей в километре от обрывов. Отогревшись у костра, высушив одежду и подкрепившись ароматной горячей ухой, угостили. Он поспешил уйти, так и не удовлетворив их любопытства. «Ну, наверное, перебрал парнишка. Да и кунулся невзначай. Хм, знамо дело. Вот на том и порешили. И нехай так». Пристанище себе костя нашел без особого труда. За городом среди лесного массива присмотрел заброшенную дачу, ту самую заброшку, если можно было так назвать, сколоченную на скорую руку из старых, отслуживших свой век, железнодорожных шпал Хибару. Неказистая с виду, внутри она казалась вполне пригодной для жилья. К ляльке возвратиться он так и не рискнул. Это чересчур опасно. Деньги у него были, лежали во внутреннем кармане куртки, которую крапленый не догадался даже осмотреть. Но ничего, на еду хватало. Сжигаемый горячечечным возбуждением, Костя рыскал вечерами и ночью по городу и окраинам везде. Берлога крапленого оказалась опустевшей. Осторожный и хитрый главарь после разговора с лялькой поторопился таки сменить квартирку. Впрочем, этого Костя не знал. Тогда он стал тенью профессора. И вот, наконец, разыскал Лупатова. Дневное время стало для Кости пыткой. Ворочаясь без сна на старом соломенном тюфяке, он с тоской глядел на пыльные стекла подслеповатого оконца. Он дожидался ночи. «Самое молодежное время!» «Ага!» Иногда его посещали кошмарные видения. Тогда он скакивал на ноги, метался, как затравленный зверь по хибаре, обхватив голову руками. А бессилев, он снова падал на тюфяк и рычал, плакал без слез, шепча что-то совершенно бессмысленное. В такие моменты ему хотелось бить, крушить все, ломать все подряд. И только огромным усилием воли он справлялся с собой и забывался чутким тревожным сном навовсе. Субтитры подогнал «Симон» Восемнадцать ого выходит у нас новая серия «Каждый божий день». Все аудиокниги и все рассказы находятся в нашем подвале, снизу. Заходишь, и там целая библиотека наших рассказов. Старичок, заходи на пикничок. Каждый божий день в восемнадцать ого. Не пропустите. А на сегодня шо? А на сегодня все. Покедова. Споки-ноки.